Здравствуйте, уважаемые гости. Компания Кодерлайн приветствует вас. Сегодняшняя наша встреча будет посвящена изменениям 2024 года, к которым нам нужно быть готовым проверить наши программы и, собственно говоря, морально настроиться. На экране вы видите наши контактные данные, то есть наша электронная почта, телефоны, телеграм-контакты и адрес нашего сайта. Если вам по какой-то причине, например, не удалось посмотреть полностью наш вебинар или, наоборот, время оказалось неудобным, вы можете немного позже вернуться на сайт и просмотреть удобное для вас время всю информацию и по этому вебинару, и по другим, поскольку мы выкладываем записи. Так что приглашаем вас к сотрудничеству и будем очень рады оказаться вам полезными. Вести сегодняшнюю встречу буду я, консультант аналитика Динас Гартышева Галина. И сегодняшняя наша встреча будет построена таким образом. Мы будем нормативную, так сказать, часть нормативного материала смотреть на слайдах и будем параллельно переключаться на демо-базу. Я сейчас переключусь вот таким образом. Будем смотреть на двух конфигурациях, двух демо-базах по ERP, соответственно, демо-база по ERP и некоторые моменты будем смотреть на конфигурации 1С зарплата и управление персоналом. Вот она у нас сейчас запущена. Поскольку в конфигурации ERP практически в полном составе, так сказать, входит зуб, то, соответственно, некоторые вещи мы будем смотреть на обеих демонстрационных базах. То есть можно будет сравнить как в одной, как в другой конфигурации реализованы какие-то конкретные вещи. А сейчас мы с вами снова вернемся к нашим слайдам. Так, сейчас мы чуть-чуть подвинем вот так вот, чтобы было видно. И поговорим о программе сегодняшней встречи. Сегодня мы поговорим, ну, во-первых, про изменения в единый налоговый платеж по ЕНП, что изменилось, почему и что нам с этим делать. Поговорим про изменения в зарплатных начислениях, то есть изменения размеров социальных выплат и некоторые другие. С этим взаимосвязаны изменения. Поговорим про изменения, которые коснулись НДС. Поговорим про изменения по воинскому учету. Они, собственно, не такие, скажем так, глобальные, но штрафные санкции изменены и, соответственно, штрафные санкции стали весьма весомыми. Поговорим про новые формы регламентированных отчетов, что куда сдавать, куда бежать и про некоторые дополнительные сервисы и, соответственно, отчеты. К сожалению, это не все, естественно. Изменения, которые у нас есть в этом году по налоговому учету и по бухгалтерскому учету, ну, к сожалению, все охватить мы в рамках одного вебинара не можем, поэтому, так сказать, наиболее часто употребляемые, наиболее, ну, если можно так сказать, значимые изменения мы с вами сегодня рассмотрим. Итак, начнем мы говорить про изменения в налоговых платежах. На самом деле, технически, то есть, как сдавались уведомления, так и сдаются, таких революционных изменений, как в начале прошлого года у нас нету, но, тем не менее, давайте посмотрим сейчас нормативную информацию и, соответственно, момент, который касается НДФЛа. То есть, с 1 января этого года все налогоплательщики и юрлицы, и эписты должны предоставлять уведомления по НДФЛ два раза в месяц. То есть, напомню, у нас теперь с вами нет аванса, у нас есть оплата за первую половину месяца и оплата за вторую половину месяца. Соответственно, если в прошлом году у нас с вами был переходный период, то есть мы могли подавать как уведомления, так и платежные поручения, и среди них можно было платежное поручение с кодом двоечка подавать, то с этого года у нас такой возможности уже нет. Переходный период закончился, и, соответственно, у нас осталась возможность только подавать уведомления. И теперь уведомления дважды в месяц уже не на добровольной основе, а на обязательные. То есть, если у нас два периода, то за первый период с 1 по 22 число мы должны подать уведомления не позднее 25 числа, ну, соответственно, текущего месяца. А вторую часть заработной платы за период с 23 по 30 или 31 мы подаем до 3 числа следующего месяца. То есть, вот это основное изменение, которое касается именно уведомлений о платеже, которые мы должны будем сделать. И еще одна тонкость. То есть, вы видите здесь табличку. И единственный, скажем так, нестандартный, если можно сказать, период это за декабрь. То есть, за декабрь с 23 по 31 декабря мы должны будем подать не 3 января, например, а в последний рабочий день года. То есть, это мы с вами говорим уже про конец этого года, про следующий годовой платеж. И еще вот такая табличка, посмотрите. То есть, во многих информационных обзорах говорится, что, допустим, в 2024 году не будет при ней принять свое время, например, сдачи или не сдачи уведомлений и так далее. Но при этом здесь стоит расшифровать конкретно, а что же все-таки не будет. То есть, каких пеней в каком случае не будет начисляться. На самом деле, когда мы подаем уведомление о налоге НДФЛ, у нас возникает вот такая ситуация. То есть, мы, например, налог заплатили и сдали уведомление. То есть, все хорошо, мы зайки белые, пушистые, у нас пеней не будет ни в 2024 году, ни в 2023. При такой ситуации, естественно, пенение было, мы ничего не нарушили. А если мы налог уплатили, но уведомления, скажем так, прохлопали, не сдали, то в этом случае в прошлом году пеней у нас не было, не начислялось. Но в этом году, то есть в 2024 пеней у нас будут. Если мы не уплатили налог, то есть уведомление отправили, а вот налог не уплатили, то и в прошлом году нам в такой ситуации начислялись пени, и в этом году тоже будут начисляться пени. Ну и, наконец, совсем печальная ситуация, когда мы и налог не уплатили, и уведомления прохлопали, не сдали. То есть в этом случае у нас, естественно, будут пени, так же, как и в прошлом году. То есть, как вы видите, в зависимости от ситуации, у нас пеней не будет только в единственном случае, если мы все выполнили, то есть и налог уплатили, и уведомления вовремя отправили. И здесь нужно быть еще очень внимательным. Почему? Потому что, как вы помните, в прошлом году у нас по НДФЛ было изменение, что НДФЛ списывается в приоритетном порядке. То есть при наличии, например, на вашем едином налоговом счете денежных средств, которых, например, хватает на погашение части налогов, то в первую очередь будет списан НДФЛ. И уже потом будут списаны, будут направлены денежные средства на платежи по другим налогам. Это надо не забывать, и в этом году это, естественно, сохраняется. Здесь технически, так сказать, по конфигурациям у нас ничего особо не изменилось. То есть мы с вами работаем с единым налоговым платежом в разделе регламентированный учет. У нас с вами здесь есть блок единый налоговый платеж и, соответственно, здесь есть помощник по применению единого налогового платежа уведомления. Ну, вот сами видите, что здесь есть начисление НДФЛ, ЕНП, ну и, соответственно, корректировка. И обратите внимание, у нас еще есть сервис. И здесь, соответственно, отражены изменения. Мы про них поговорим немножко позже по прослеживаемым товарам. Это у нас раздел регламентированный учет. А сейчас мы с вами переключимся на демо версию. Так, и сначала нас интересует ЕРП. Хочу напомнить, поскольку у нас сейчас достаточно много и часто выпускаются новые релизы, связанные с тем, что изменяются регламентированные формы отчетов, изменяются законодательные акты по разным аспектам. И вводятся в новую ФСБУ, то, соответственно, если вы начинаете работать с отчетностью уже, например, годовой, то есть закрываемый год, в этом случае нужно проверить актуальность вашего релиза. Вот по такой пиктограммке практически в каждой конфигурации мы можем зайти и посмотреть сведения о той программе, которая у вас сейчас используется. То есть вот здесь мы увидим это релиз платформы, которая у вас установлена. И вот тут мы видим сведения о самой конфигурации. И, соответственно, нужно проверить, чтобы эта конфигурация была актуального релиза, чтобы она была не времен царя гороха, а, соответственно, хотя бы последние релизы были. Мы показываем на одном из последних, то есть не самые-самые новые, но, тем не менее, это актуальные релизы, и в них уже есть изменения и формы, которые приняты и которые с этого года начинают действовать. Значит, мы с вами говорили про раздел регламентированный учет. И вот он, наш регламентированный учет и блок работы с единым налоговым счетом. То есть те, кто работает с ним, могут оценить, что здесь особых изменений нет. Мы просто с вами посмотрим, например, если мы переходим в начисление ЕНП, то здесь у нас, собственно говоря, ничего особо нового нет. Мы выбираем организацию, которая нас интересует, и, соответственно, заполняем на основании тех данных, которые внесены в программу. А, соответственно, когда мы с вами говорим о НДФЛ, например, то это чаще всего блок начисления зарплаты, то есть зарплатный блок, который у нас точно также есть и конфигурация зарплата и управление персоналом. То есть конфигурация ЗУП. И напомню, что, ну, так сказать, грубые настройки у нас с вами находятся в разделе НСИ и администрирование. И, соответственно, для того, чтобы проверить, все ли блоки у нас активированы, которые нам будут необходимы в этом году, мы должны через НСИ и администрирование проверить при работе с заработной платой разделы кадры и зарплата. Здесь мы можем активировать какие-то функциональные опции, и нужно на это обратить особое внимание. То есть если мы возьмем блок кадры, то здесь, как вы видите, есть настройки. В зависимости от того, какие мы проставим отметочки, то есть такие красивые зеленые галочки, от этих настроек зависит видимость этих блоков. Так конкретно, например, мы можем настроить воинский учет. То есть если мы в разделе НСИ и администрирование, в разделе кадры спускаемся немножко ниже, то вот у нас здесь блок воинского учета. Естественно, если мы проставляем здесь флажок, то воинский учет у нас ведется. И если у нас отметочка только вот эта стоит, вот этот чатбокс, то мы должны будем сдавать одну форму отчетности. Если у нас есть какие-то дополнительные льготы, например, IT-компании, и мы можем использовать эти льготы, то есть, например, мы проставляем флажок, что у нас ведется учет бронирования граждан на период мобилизации, на военное время, то у нас автоматически добавляются еще два отчета, которые мы должны будем сдавать тоже в военкомат. Основной принцип работы с этим блоком это очень внимательно читать, что здесь вы хотите себе добавить, но, естественно, чтобы это корреспондировало с вашими бизнес-процессами, и отмечать. Как вы видите, здесь есть подсказочки к каждому пункту, поэтому если уж совсем долго вы не можете сообразить, почитайте внимательно и проставьте флажок. То есть не использовать активированный блок возможно, а в некоторых случаях, если вы уже начали вести какие-то операции, активировать его будет достаточно проблематично. Но, опять же, повторюсь, это только в некоторых случаях. У меня сейчас, как вы видите, стоит отметка, что мы ведем воинский учет, и мы ведем воинский учет с учетом возможности бронирования и соответствующих льгот. А в этом случае, когда мы с вами переходим в раздел кадры, у нас здесь появляется дополнительный раздел воинский учет. Если бы у меня этих не было отмечек, то вот этого блока здесь бы не отражалось. То есть он никуда не девается из программы, он просто будет не виден. То есть видимости документов по этому блоку мы будем лишены. И в зарплате и управлении персоналом абсолютно такая же самая методика. Сейчас мы с вами туда перейдем. Вот зарплата и управление персоналом. Точно так же мы должны настроить видимость воинского учета. И здесь у нас тогда появляется... Вот он у нас раздел воинский учет. Здесь немного больше, как вы видите, перечень документов. То есть, соответственно, функционал по воинскому учету в конфигурации зарплаты и управления персоналом немножко шире. Напомню, что в этом году у нас были... Точнее, в прошлом году были изменения. В этом году мы должны, естественно, придерживаться по срокам, которые мы должны подавать информацию по воинскому учету. То есть это сведения о приеме и об увольнении сотрудников, которые мы должны подать в течение пяти дней. Раньше было двух недель, но вот изменили эти сроки. Сейчас у нас есть пять дней на формирование документов и подачу их в военкоматы. Обратите внимание еще вот на что. Поскольку с прошлого года у нас активно вводится электронный документ, наоборот, то вам нужно уточнить в ваших военных комиссариатах, куда вы будете сдавать отчетность, имеются ли у них какие-то региональные бланки. Потому что такая ситуация есть в разных регионах, что присутствуют региональные бланки, отчеты в которых нет в унифицированных формах. И, соответственно, в этом случае вы должны будете формировать отчеты по такому образцу, который в вашем регионе утвержден. Сейчас мы с вами снова возвращаемся на наши слайды. Еще раз повторю, вот эта настройка, это слайд из конфигурации 1 на CRP. То есть блок работы с единым налоговым счетом и так далее. Допустим, в других конфигурациях, если вы ведете учет в разных конфигурациях, то есть зарплаты управления персоналом, там вы ведете зарплатный учет, а бухгалтерский учет вы ведете, например, в конфигурации бухгалтерия. В этом случае вы можете настроить взаимодействие, то есть интеграцию между налоговой инспекцией и вашей организацией, вашей учетной программой 1С бухгалтерия. В этом случае вы должны быть пользователем программы 1С, не программы, извините, 1С отчетность. Сейчас мы с вами еще раз перейдем в демо базы. Я скажу немножко поподробнее об этом. Демо база. То есть в разделе регламентированного учета у нас есть блок 1С отчетность. То есть на самом деле 1С отчетность, это не только название блока, это еще и название сервиса. Этот сервис позволяет напрямую взаимодействовать с сайтом налоговых органов. То есть не через оператора, а, например, СБИС, Астрал, Контур, которые получают от нас файл и его уже передают налоговые органы. А напрямую, то есть сразу ваша конфигурация и сайт налоговых органов. В этом случае вы можете использовать рабочее место по единому налоговому платежу и в нем, соответственно, проводить и сверки, и смотреть платежи, подавать уведомления и корректировки. Ну, то есть в этом случае у вас работает автоматизированное рабочее место, и это очень удобно. По поводу сервиса 1С отчетность, на самом деле использовать вы его можете в любых конфигурациях. Работает он уже достаточно давно, и использовать его вы можете, если у вас, например, подписка ИТС Техно, то вы можете в этом случае за дополнительную плату использовать этот сервис. Если у вас ИТС ПРОФ, то по одному юрлицу для вас этот сервис будет бесплатный. Но, допустим, стоимость у него вполне себе дружественная, потому что это в зависимости, естественно, от того, сколько лицензии вы хотите приобретать, но стоит от 4 тысяч рублей. Допустим, сервис проверки контрагентов стоит 4 800 рублей на год. То есть если мы берем стоимость за месяц, то получается вполне дружественная цифра. Теперь мы с вами пойдем немножко дальше, и вот какая информация. То есть у нас в этом году с 1 января большинство изменений касались начислений НДФЛ. Во-первых, у нас введен лимит необлагаемых НДФЛ взносами надбавок за вактовый метод. Их практически уравняли с командировочными. То есть если раньше эта доплата за вактовый метод была достаточно серьезной, в общем-то ее относили к вариантам оптимизации, налоговой оптимизации, то сейчас такую возможность закрыли. И, соответственно, теперь, что командировочные, суточные, доплата за вактовый метод у нас ограничено 700 рублей в день за работы по Российской Федерации и 2500 рублей при работе за границей. То есть вариант оптимизации таким образом у нас стал неактуальным. Мы уже будем начислять, облагать НДФЛ все суммы в едином, так сказать, формате. Одно новшество, которого раньше не было, это то, что с 1 января необлагаемая сумма введена для дистанционщиков, то есть для удаленной работы. Если такой работник использует свою технику, то есть, например, компьютер, принтер, ну, то есть еще какие-то аналогичные девайсы, то в этом случае компенсация не будет облагаться НДФЛ на сумму не больше 35 рублей за каждый день выполнения трудовой функции. То есть за каждый рабочий день, ну, соответственно, при такой работе. Или суммы, которые вы можете подтвердить документально. Ну, например, приобретение какого-то антивирусного, например, программного обеспечения или что-то аналогичное. Точно так же по учету расходов организации работодателей для своих удаленщиков установлено ограничение по налогу на прибыль. И действует оно уже с 23-го года, то есть с августа месяца. То есть это не новость, но напомнить об этом, в общем-то, так сказать, в свете последних изменений стоит. Еще один момент, который тоже важный, касается того, что у вас сотрудники могут работать на удаленке, ну, например, за пределами России. То есть предприятие российское, работодатель, а человек находится, ну, где-нибудь на территории СНГ, например. То есть в этом случае с 24-го года, во-первых, НДФЛ удерживается по месту нахождения работодателя. И здесь уже не будет играть роль работник у вас резидент или не резидент. В этом случае НДФЛ будет удерживаться в размере 13%. Независимо от того, находится работник у вас 180 дней, то есть имеет ли он статус резидента или он его по какой-то причине утратил, например, выезжал. То есть будет облагаться по ставке 13% или 15%, если его доходы больше 5 миллионов. То есть это правило будет действовать и для фрилансеров. Сейчас мы вынуждены, как бы, в прошлом году вынуждены были отслеживать, находится ли он за границей свыше 183 дней. И в этом случае у нас ставка увеличивалась до 30%. Сейчас, несмотря на кажущееся, обратите внимание, кажущееся снижение налогов, де-факто налоговая нагрузка не меняется. Мы про это чуть позже еще поговорим, потому что в этом случае раньше считалось, что ставка увеличивается до 30 дней, но доходы, которые получены нерезидентами, считаются доходами на территории иностранного государства. Следующий момент, который следует очень внимательно проверить и уделить ему достаточное внимание, это то, что при изменении вот таких налогов и при изменении статуса нужно проверить местные, локальные, нормативные акты. То есть, соответственно, если изменяются правила начисления надбавки за вахтовый метод и так далее, то в первую очередь стоит пересмотреть положение об оплате труда и о премировании, ну и, естественно, правила внутреннего трудового распорядка. Во-первых, привести их в соответствие с материалами спецоценки, ну и, во-вторых, проверить, чтобы информация была уже актуальна нормам сегодняшнего законодательства. Напомню, что посмотреть учетную политику мы с вами можем через раздел НСИ. Вот вы видите слайд, который сейчас на экране. Это раздел НСИ, карточка нашего южлица. И здесь нас интересуют две закладочки учетная политика и налоги и зарплата и кадры. Сейчас мы с вами туда переключаемся. То есть, мы смотрим демо-базы. Это база у нас ERP. И вот мы идем в раздел НСИ и администрирование. Поскольку у меня первоначальная настройка задана, что мы ведем мультифирменный учет, то есть у меня много юридических лиц в базе, то мы смотрим с вами справочник организации. Раздел НСИ и администрирование. То есть, нормативная справочная информация. Открываем раздел НСИ и администрирование. Ну, пусть будет. Выберем деловой союз, например. У меня там есть наемные работники. Значит, и вот наши закладочки. То есть, это мы с вами смотрим карточку юридического лица. Здесь нужно сказать, обратить точнее ваше внимание, именно два момента. Мы сейчас смотрим закладочку общая информация. Здесь, соответственно, задаются все основные реквизиты, которые касаются юридического лица. Но вот эта вот стрелочка, это использование сервиса проверка контрагента. То есть, когда у нас этот сервис активирован, включен, то мы вводим только номер ИНН и нажимаем вот этот значок. В этом случае информация в справочник у нас записывается из общедоступных ресурсов о регистрации предприятия. То есть, например, ЕГРЮ. В этом случае мы, во-первых, гарантированы от грамматических ошибок. Во-вторых, мы гарантированы от того, что мы неправильно ввели адрес. То есть, например, поставили лишний пробел или какую-то букву неправильно рассмотрели и так далее. То есть заполняется вся информация, которая касается регистрационных данных, то есть адреса, телефоны, ответственные лица и так далее. Причем адреса записываются уже с учетом справочников и классификаторов ФИАС. И, соответственно, заполняется все, что требуется для документации, например, для корректного отображения счетов фактур. То есть юридический адрес, фактический, почтовый. И, соответственно, проверяем регистрационные данные, то есть где у нас зарегистрирован наш налогоплательщик. И вот мы добираемся до закладочки «Учетная политика и налоги». И вот здесь мы должны в обязательном порядке проверить соответствие того, что сейчас у вас есть в программе, тому, что законодатели у нас наваяли за это время. На самом деле вносить изменения в учетную политику сейчас, вот конкретно на 2024 год, в общем-то не особо обязательно. Механизм ввода учетной политики в использование, так сказать, у нас не изменился. То есть мы создаем учетную политику, вводим ее приказом. В начале применения обратите внимание на то, что этот приказ должен быть датирован прошлым, 23-м годом, то есть, например, с 30-го, 31-го декабря и так далее. В этом случае такая учетная политика у нас действует на 2024 год. Если мы поставим срок ввода, например, 1 января 2024 года, то это будет означать, что наша учетная политика будет введена в действие только на следующий год, то есть с 2025-го года. И здесь, значит, если у нас не было глобальных каких-то изменений, то есть смены системы налогообложения, там еще что-то такое, то мы можем сделать либо дополнение к старой учетной политике и ввести их в действие тоже приказом, ну, либо уж при особо глобальных изменениях, например, вы сменили общий режим на упрощенку, то мы вводим новую учетную политику и, соответственно, приказ о введении новой учетной политики. Ну, поскольку мы в системе налогообложения ничего не меняем, у нас все так и остается, как было, то уделить внимание нам надо в основном бухгалтерскому учету, то есть учетной политике по бухгалтерскому учету и настройкам по налоговому учету, то есть по налогу на прибыль. Обратите внимание на НДС. Здесь нужно посмотреть, чтобы у вас стояли все именно отметки, которые соответствуют текущему периоду налога на имущество и, если вы упрощенка, то есть, например, порядок уплаты аванса по налогам. И то, что касается НДФЛа, это у нас зарплата и кадры, то есть мы проверяем здесь, может быть, у нас какие-то коэффициенты введены, то есть обязательно проверить ставки взносов и так далее, если у вас по несчастному страхованию могли измениться данные. И бухгалтерскому учету выплаты зарплаты. То есть вот здесь надо обязательно посмотреть, проверить, потому что в зависимости от того, какие вы зададите ГФО, то есть какие вы зададите настройки по проводкам, у вас будет переноситься информация. Если, например, вы работаете в связке зарплаты управления персоналом и обмен с ХРП. И вот здесь вот, обратите внимание, у нас есть раздел воинский учет, то есть то, что я вам уже говорила. Когда мы проваливаемся по гиперссылке, у нас с вами открывается вот такое диалоговое окно, и мы, соответственно, задаем расчетный период, то есть в нашем случае 24-й год. И здесь, на самом деле, надо только добавить, на какой период, кто, соответственно, должности, и я вот так вот поставлю, пусть у меня их побудет. Собственно, все документы, которые требуются для организации воинского учета, у нас вот они. То есть мы сначала составляем план работы, и если у нас справочник организации мы заполнили аккуратно, не пропустили никакой информации, то у нас будет, соответственно, как вы видите, здесь уже все заполнено. Ну, поскольку я немножко халтурила, то, видите, фамилию я ввела, она как бы название должности не ввела. Мы распечатываем этот документ, соответственно, заверяем его печатью и подписью ответственных лиц, соответственно, ответственный за воинский учет здесь должен быть указан. И после того, как мы распечатали, заполнили, распечатали этот документ, нам нужно сделать то же самое еще с одним документом, то есть изготовить приказ о введении в действие данной политики по воинскому учету. То есть это по аналогии с учетной политикой бухгалтерской и налоговой. Так, это мы закрываем. Это нам пока больше не нужно. Нет, не нужно нам никаких изменений. То есть после того, как мы проверили настройки нашей организации, здесь еще нужно обратить внимание, вот на что, что, например, в бухгалтерии мы для каждого юрлица создаем свою учетную политику. А в ERP, например, мы можем создать одну общую учетную политику. Ну, например, у меня вот несколько юридических лиц работают на общей системе. Я могу создать, так сказать, универсальную учетную политику для общего режима и выбрать ее для тех юрлиц, которые у меня работают. То есть в этом случае будет применяться эта настройка для нескольких организаций. В бухгалтерии такой возможности нет. В бухгалтерии у нас для каждого юрлица своя индивидуальная учетная политика. Снова переключимся мы сейчас с вами на слайдике. И еще немножко нормативной информации вот какого плана. Кроме того, что у нас были изменения по НДФЛ, у нас были изменения еще по социальным выплатам. То есть, во-первых, были увеличены размеры социальных вычетов. И, во-вторых, их применение. То есть сегодня наиболее часто используемые вычеты это, естественно, на лечение, на обучение и на фитнес. То есть сегодня у нас на обучение, кроме детей, дети – это отдельный пункт, на личное обучение, на лечение и на физкультурно-оздоровительную работу. То есть в прошлом году это было связано с лимитом 120 тысяч в год. В этом году лимит увеличен. То есть вычеты остались те же. Можно напомнить еще про вычеты, которые не государственное пенсионное обеспечение, дополнительные пенсии и независимую оценку квалификации налогоплательщика. То есть вот этот вычет работодатель не представляет. Можно запросить его через налоговые органы. Но смысл в том, что перечень вычетов остался тот же, который был в прошлом году. А вот лимит вычетов у нас увеличился. То есть теперь 150 тысяч рублей – это вычет на налогоплательщика. И 110 тысяч, то есть в два раза увеличили, вычет на обучение ребенка. Кроме этого, у нас есть еще один такой очень интересный момент. То есть достаточно много было и скандалов, и арбитражных споров и так далее по налогообложению материальной выгоды. То есть чаще всего это было связано с этим, что представлялись займы, то есть займ физическому лицу. Чаще всего, естественно, это были учредители. И, соответственно, если это была ставка ниже ставки рефинансирования, то начислялась материальная выгода, с которой рассчитывался НДФЛ. И этот НДФЛ должен был ежемесячно перечисляться, соответственно, в налоговые органы. А потом был принят мораторий на 2021-2023 годы, когда такие начисления были приостановлены. А вот теперь с этого года эти начисления снова необходимо облагать НДФЛ. И обратите внимание, что облагаются НДФЛ и договора, которые были заключены в период до 2024 года. То есть если, например, в 2020 году у вас был заключен договор займа, год вы начисляли по нему материальную выгоду, потом применили мораторий и не начисляли такие проценты, то теперь вы снова должны будете их применять. То есть, соответственно, это чаще всего экономия на процентах при выдаче займа физическим лицам, например, при приобретении товаров или при операциях с приобретением с ценными бумагами. То есть, поскольку это все связано, в общем-то, с, ну, в основном, с зарплатой, с удержанием НДФЛ, то это вот как бы мы рассматриваем в связке с зарплатным контуром, то есть зарплатой управления персоналом. Еще один, ну, скажем так, не то, что неприятный момент, но который достаточно осложняет жизнь бухгалтерам, это изменения по НДСу. В этом году у нас по НДСу, это уже как традиция, тоже были изменения, то есть это касается прослеживаемого товара, то есть законодательство при работе с прослеживаемыми товарами у нас ужесточается, и с прошлого года, то есть с октября месяца, в счетах-фактурах мы должны были отражать стоимость прослеживаемого товара. То есть, соответственно, на 2024 год это нововведение сохраняется, и счет-фактуру мы должны выдавать уже с дополнительными колонками, где отражается стоимость прослеживаемого товара. И кроме того, что мы должны, например, при реализации выдавать такие документы, но в этом году мы должны выдавать счет-фактуру и при передаче, например, в составе выполненных работ таких материалов. и у нас точно так же были аналогичные изменения в книге покупок и в книге продаж, то есть мы тоже должны там отражать стоимость прослеживаемых товаров. То есть на данный момент, как обычно, конкретных рекомендаций или методических указаний по этому поводу еще не было, поэтому вы видите, есть ссылка на документ, письмо налоговой инспекции от 26 сентября прошлого года. То есть, что пока не доработаны новые требования, мы можем использовать текущую редакцию. Вот на это обратите внимание, потому что, если начинаются вот такие изменения, лучше со всех сторон соломки подложить, чтобы потом к вам не применяли штрафных санкций. По этим изменениям, сейчас мы с вами еще посмотрим в конфигурациях, где с этим можно работать, но мы уже смотрели слайдик, и я вам обращала на это внимание, вот такой слайдик, то есть это раздел регламентированного учета, здесь у нас с вами есть раздел сервис, и здесь у нас есть вот такой подраздел «Учет прослеживаемых товаров». Сейчас мы туда переключимся. Так, регламентированный учет, вот он наш сервис, «Учет прослеживаемых товаров». То есть, соответственно, как вы видите, если мы переходим сюда, у нас открывается вот такое меню, и, соответственно, мы можем здесь по гиперссылкам переходить в этот раздел, у нас был уже, в принципе, кто работает с прослеживаемыми товарами, это уже достаточно знакомый интерфейс, алгоритм и так далее. То есть здесь ничего особо нового не поменялось, просто должны быть актуальные релизы, в которые уже внесены вот эти вот изменения. Обратите внимание, здесь есть вот такой пункт, «Смотреть также». То есть, можно сформировать вот такую отчетность, и вопросительный знак, обращающий на него внимание, это контекстная справка, то есть о том, что в данный момент вы видите или хотите посмотреть. Вот так мы и делаем сейчас. И теперь перейдем к другим налоговым изменениям, которые в этом году у нас ожидают, точнее, уже подкрались вплотную. Ну, как уже водится, каждый год изменяются лимиты для применения упрощенки. То есть в этом году у нас уже по старой хорошей традиции выпущен новый лимит для упрощенки. То есть коэффициент дефлятора у нас 1,329 на этот год. И, соответственно, для сохранения права применять упрощенку у нас 199,35 миллиона рублей. А повышающий с повышенной лимит это 265,8 миллионов рублей. То есть, как вы помните, у нас переходный период был, когда действовало правило, что если вы превысили показатели по УСН, по определенным параметрам, то вы можете не потерять право на применение упрощенки, а по повышенным ставкам заплатить налоги. Ну и есть, конечно, ситуация, когда вы однозначно теряете право на применение упрощенки, а есть, когда вы просто переходите на повышенный тариф. А еще один момент, который тоже в этом году будет актуален. Обратите внимание, что с 1 января, если у вас упрощенка, и вы меняете место жительства, так сказать, то есть место регистрации вашего юрлица изменяется. А в случае, если у вас ИП, вы меняете место жительства, то, соответственно, налог по упрощенке у вас будет взиматься, будет рассчитываться по ставкам, которые действуют в той местности, куда вы перевели юридическое лицо, или сами, если вы ИП сами перепрописались, то есть место жительства сменили. И если, например, у вас какие-то региональные существуют надбавки или территориальные коэффициенты повышены, то, соответственно, вы будете применять их уже в своей деятельности. Кроме того, у нас имело место очередное повышение МРОД с 2024 года. То есть на 2024 год у нас МРОД 19242 рубля. Как вы помните, тем МРОД у нас влияет на размер больничного при размере среднего заработка. И в этом случае вы должны обязательно проверить еще ваши местные локальные нормативные акты на предмет штатки. То есть проверить, чтобы по вашему штатному расписанию не оказалась окладная часть ниже, чем МРОД. И, соответственно, если у вас оказывается ниже, то вам надо взять не целую единицу, а, например, 0,5 ставки, 0,7 ставки и так далее. То есть это повод еще раз обратить внимание на все ваши локальные акты, то есть штатное расписание, положение об оплате труда и премирование, и так далее. И самый трудоемкий момент это проверить трудовые договора с вашими сотрудниками. И если у кого-то пособие оказывается ниже, чем оклад, то привести это в соответствие. То есть либо составить доп. соглашение, либо заключить новые договора. Ну, то есть устранить несоответствие. И еще один момент это касается правил призыва. Мы, собственно, с вами в самом начале уже говорили про воинский учет и про изменения в воинском учете. А вот теперь, так сказать, в наглядном формате почему. То есть, во-первых, произошли изменения какого плана. Был увеличен призывной возраст. Увеличили его на 5 лет. И теперь, значит, у нас призываются граждане в возрасте от 18 до 30 лет. В связи с увеличением призывного возраста, соответственно, были усилены и административные меры. То есть не только административные, но и штрафные санкции. И, соответственно, если раньше для военкоматов, для работодателей штрафы были, ну, скажем так, больше символического плана, то есть чаще всего 3 тысячи, то по новому законодательству уже штрафы гораздо серьезнее. То есть, например, если работодатель не уведомил сотрудника о получении повестки или не отпустил на призывной пункт. То есть повестку сотрудник получил, пришел, доложился, что он должен там отбыть на призывной пункт, а вы говорите, не, 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 вот сегодня смена, поэтому хоть убейся. А в этом случае такой патриотизм для вас обойдется штрафом от 40 до 400 тысяч рублей. Обратите внимание, то есть штрафы здесь перечислены не из каких видов, но размеры штрафов от 40 до 400 тысяч рублей и за непередачу списком или каких-то отчетов по военнообязанным штраф от 60 до 500 тысяч. То есть, согласитесь, это уже повод побеспокоиться и попинать кадровых работников и назначить ответственность за конкретные документы. Если работодатель не выполнил какие-то дополнительные сведения, например, не организовал доставку на сборы сотрудников или не отпустил их просто на сборы, в этом случае штраф будет от 80 до 500 тысяч рублей. То есть, согласитесь, это уже серьезная сумма и, в общем-то, требует и серьезного подхода. Ну и сейчас такой небольшой дайджест по другим изменениям, которые мы, к сожалению, просто физически не успеваем в этом вебинаре с вами сделать, но поговорить все-таки про них обязательно нужно. То есть, что мы сейчас должны сделать и какие документы подавать. То есть, 25 февраля это крайний срок для подачи декларации по налогу на имущество. До 1 февраля мы должны уведомить инспекцию о сдаче декларации по недвижимости. До 1 февраля мы должны подать отчет о разработках НЕОКР, проверить на соответствии перечень расходов. Обратите внимание, по НЕОКР в этом году мы должны начать применение 14 ФСБУ в обязательном порядке. Не позднее 25 января мы должны сдать расчет по взносам за 2023 год по новой форме. Вот на это обратите внимание. То есть, мы должны, во-первых, использовать новую форму, а во-вторых, не позднее 25 января по ЕФС мы подаем впервые отчет со сведениями о периодах работы. С 18 января у нас с вами действуют скорректированные правила прослеживаемости товаров. То есть, на это обратите особое внимание. С 1 января к сообщению о бесчисленных налогах нужно подавать уже новую форму. То есть, соответственно, нужно ее посмотреть и с ней разобраться. То есть, в этом году у нас 1 января действует новая форма ЕФС-1. Кроме того, что новая форма, то есть, мы должны подать сведения о периодах это приложение ЕФС-2. И у нас изменились предельные базы по страховым взносам. То есть, база выросла на 308 тысяч. И в этом году по взносам она у нас составит 2 миллиона 225 тысяч. То есть, соответственно, пока у нас нарастающим итогом выплаты работнику с начала года не превышают эту сумму, то эти начисления облагаются взносами, то есть, медицинскими, пенсионными, по материнству и детству, ну и, соответственно, свыше предельной базы у нас уже применяется тариф 15,1%. То есть, вы видите, даже просто перечисление у нас заняло два, так сказать, слайдика, то есть, в общем-то, это достаточно много больших вопросов, которые, к сожалению, остались за кадром. И по эпистам, то есть, в этом году, естественно, увеличились лимиты и по упрощенке, и по эпистам. То есть, соответственно, за 24-й год и быстрые эписты должны фиксированные износы оплатить 49,500. То есть, это больше, чем на 23-й год было, но на 3,658 рублей, то есть, вроде сумма не такая, чтобы критичная, но все равно увеличилась. Следующий момент, что если доходы окрашиваются более 300 тысяч, то сумма превышения, так же, как и в прошлом году, мы должны 1% на пенсионку начислить и уплатить. В 24-м году максимальный размер 277 1571 рубль. У нас изменились книги доходов и расходов как по упрощенке, так и по патенту, и, соответственно, мы должны их будем ввести уже по новым формам. Технически чисто там сложных изменений нету, там на титульных листах небольшие изменения, то есть, соответственно, заполняется адрес организации или места жительства и указывается регион, в который выдал, например, вам патент. А книгу доходов и расходов из нее просто убрали одну колонку, то есть, теперь просто немножко проще ее стало заполнять. И еще один момент мы с вами сейчас свернемся к демо-базе и чуть-чуть быстренько я попробую еще рассказать хоть немножечко. То есть, смотрите, когда в разделе регламентированный учет мы с вами работаем, у нас с вами есть раздел 1С отчетность и, соответственно, здесь у нас есть определенный перечень разных сервисов. То есть, регламентированный отчет, это мы с вами как обычно смотрим, смотрим, что мы сдали и какая сформирована уже отчетность, но кроме этого, как я уже говорила, фирма 1С предоставляет сервис 1С отчетность. Вот вы видите, когда запускаем мы с вами этот раздел, программа сама себя хвалит и подробнее можно посмотреть, что позволяет делать этот сервис вот по этой ссылочке и подключиться к этому сервису можно тоже практически без применения, без участия IT-специалиста, то есть, достаточно просто использовать вот этот вот механизм, то есть, просто и не требует каких-то специальных знаний или специальных навыков. Здесь у нас есть еще такая возможность, то есть, соответственно, сейчас у меня сработает, покажу, то есть, соответственно, при запуске вот этого сервиса у нас с вами есть возможность переходить личные кабинеты, личные кабинеты, вот у нас верхняя панелька меню, верхняя строчка, а здесь мы обращаемся к сервисам других фискальных органов, то есть, ну, выбираем организацию, допустим, вот ПОШ, это у меня сейчас запустился механизм подключения к сервису 1С-отчетность, то есть, видите, здесь ничего сложного нету, то есть, вся информация берется уже из данных, которые внесены, в систему, поэтому, если вы внимательно и аккуратно заполняли карточки, карточка, допустим, организации, все-то у вас здесь автоматически подберется вся нужная информация, а, собственно говоря, почему зашел разговор про кабинеты, кабинеты, которые вы видите здесь, это кабинеты юридических лиц, то есть, ваших юридических лиц, которые вы ведете в этой программе, ну, соответственно, налоговых органов регистрация, то есть, это налогоплательщик юрлицо, налогоплательщик КП, объединенный фонд, социальный фонд России, как видите, есть пометочка бывший ФСС, то есть, это для работы с юрлицом, то есть, проверки, результаты, акты проверок и так далее, и работа с электронными листками нетрудоспособности, вот это сервис очень удобный, поскольку сейчас у нас электронные листки нетрудоспособности, если только в электронном виде предоставляется, то, соответственно, здесь вы можете отслеживать, то есть, от момента, когда выписан листок, сейчас приходит информация и в личный кабинет налогоплательщика через госуслуги, например, и, соответственно, юрлицо вы увидите в своем личном кабинете. Здесь у нас информация по всем социальным выплатам, обеспечениям и так далее. Очень удобно, то есть, видно, когда выписан листок, когда продлен, когда, например, нарушение режима было и так далее. И обратите внимание вот на эти два, то есть, портал статистического декларирования и Банк России. То есть, вот на статистику надо в начале года обязательно зайти, там достаточно ввести свой ИНН и по ИННу посмотреть, какая статистическая информация в этом году для вашего предприятия. То есть, статистика разослала в конце года достаточно много и новых форм, и уточнений к заполнению уже существующих форм. И статистика, также, например, как и воинский учет, стали применять штрафные санкции. То есть, на самом деле, штрафные санкции они могли применять уже достаточно давно, но практически, на практике, штрафные санкции стали выставляться, ну, с 2020 года. До этого все, в общем-то, заканчивалось тем, что вам звонили, говорили, вы не выслали, ай-яй-яй, и на этом все кончалось, достаточно было покаяться. Сейчас, практически, если у вас есть нарушения по срокам сдачи отчетности по, например, непредоставлению отчетности, то штрафные санкции 70 тысяч на первый случай при повторном правонарушении до 150 тысяч. Согласитесь, что проще потратить 10 минут на то, чтобы зайти на сайт и посмотреть, чем потом платить такие штрафы. И еще очень интересное здесь есть у нас пункт Банка России. То есть это документы, которые требуются, если у вас есть какие-то, например, кредитные продукты, которые вы используете. Ну, может, какая-то кредитная линия в банке или другие там овердрафты, еще что-то. То есть в этом случае через этот кабинет вы можете предоставлять информацию, которую у вас требует банк. То есть, например, формы оборотно-сальдовых ведомостей, там какие-то отчеты, еще дополнительные, которые обычно для налоговых органов не составляются, а вот именно для банков только по ихнему требованию. Очень удобно, потому что обычный перечень большой, там всякие оборотки, например, подтвердить остатки товара материальных, ценностей, основных средств и так далее. Вот, к сожалению, наше время с вами уже подошло к концу, поэтому возвращаемся снова к нашим слайдам. Я хотела бы вернуться на титульный лист и еще раз показать вам наши контактные данные, то есть телефон и сайты, явки, пароль. Разрешите поблагодарить вас за время, которое вы нам уделили, за интерес, проявленный к нашим встречам. Мы будем рады оказать вам любые услуги в спектре программы DNS, то есть сопровождение и разработка новых каких-то новых отчетов, новых конфигураций. В общем, мы будем рады оказаться вам полезными и приглашаем вас к сотрудничеству. На этом компания Кодерлайн прощается с вами. Надеемся до новых встреч и надеемся на взаимовыгодное сотрудничество. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok